Добрый вечер, это первая студия, как всегда об актуальном. Сегодня будем говорить о донорстве. У нас в студии заведующая отделом комплектования доноров Павлодарского областного центра крови Сабекова Алмака Калкенна. Алмака Калкенна, добрый вечер. И первый вопрос, сколько у нас профессиональных доноров? Добрый вечер. Профессиональный донор, это регулярный донор. Это те доноры, которые сдают кровь более трех и более раз в год за год. Три, пять, четыре раза в год они сдают кровь. Это регулярный донор. И есть еще такой техник, как почетный донор. Это те доноры, которые сдали 40 раз донации. Произъявили 40 донаций. 40 донаций? По сколько миллиграмм? По 450. Это обычный стандарт, да? Это обычный стандарт. Сколько у нас тогда почетных доноров? Почетных доноров у нас 19. Это не так много? Это не так много, но и не мало в принципе. Это 40 раз дал человек кровь. Регулярных доноров у нас где-то 500. Оно в среднем меняется иногда, больше, иногда меньше. Но эти люди то выбывают, то опять прибывают. То есть число меняется постоянно? Да, число меняется постоянно. Как вообще стать регулярным донором? Ну, это надо сделать донацией более трех раз. Все, и уже автоматически? В течение одного года, да. Потом вы их как-то вызываете или это сами они приходят? Они иногда сами приходят. Иногда мы пополняем банк и тоже вызываем. То есть когда есть необходимость, в первую очередь к ним обращаются? Их к ним обращаются, да. Можно так сказать. Как вообще вы их чествуете, как вы их заражаете, признать донорство? Ну, вообще донорство в Казахстане безвозмездное, добровольное, безвозмездное. Я думаю, что наши регулярные доноры, они проходят постоянные медосмотры, получается, да. Вот перед каждой донацией они проходят лабораторные обследования, сдают анализы крови. Каждый раз? Каждый раз, при каждой сдаче донации. Это получается как медосмотр бесплатный, да. Проводят тестирование на инфекции тоже. Это при каждой донации крови. Это вот плюсы наши. Затем поощряем мы своих доноров, регулярных в дни донора. Всемирный день донора есть 14 июня. Тогда мы их приглашаем, вручаем им грамоты, подарки, сувениры делаем. Выделяем, что такие доноры, которые спасают жизнь. Но вообще стать донором, в принципе, может каждый человек? Каждый человек, если нету противопоказания, достигшие 18-летнего возраста. Ограничений в возрасте нет, но с 18 лет можно стать донором, если нет серьезных заболеваний, которые имеют противопоказания. Ну, если сказать, то это онкологические болезни, инфекционные болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легочной системы. Ну, это хроники, хронические заболевания. То есть, если есть какие-то хронические заболевания, то это противопоказание? Да, противопоказание. Вообще, вот расскажите о маршруте донора. Вот пришел человек, да, сдать кофе. Ну, донор к нам приходит, изъявил свое желание, пришел. Он проходит регистратору. По регистраторе его проверяют. Есть база информационная, инфодонор, где сливаются все заболевания. К нам идут со всех больниц, например, топ-диспансер к нам сливает информацию, спид-центр. И по этой системе он проверяет, состоит ли он где-то на учете. Затем он идет на лабораторию, идет тестирование его. Ему определяют гемоглобин. У мужчин он должен быть не ниже 130, у женщин не ниже 120 мл. Если ниже, уже не гемоглобин. Если ниже, мы его не допускаем, да. Затем проверяем ферменты печени, это аланитрансфераза. Он тоже должен быть в пределах нормы. Затем он проходит, определяет группу крови, резус-фактор, антигены определяем. Все это проходит лабораторное тестирование, идет терапевту. В кабинете терапевта идет компенсационная беседа. Тут терапевт уже осматривает его, собирает его на жизнь, расспрашивает, какие болезни были, какие операции были. Есть ли какие-то противопоказания, выясняется уже на этапе терапевта. Если что-то терапевту считает, что есть противопоказания, он его не допускает. Затем, благодаря терапевту, дона поднимается наверх, идет на сдачу крови. Сдается 450 мл крови с локтевой вены, с периферической локтевой вены. И после того, как дона уходит от масс, идет тестирование уже на инфекции. После сдачи крови. Тестирование идет после сдачи, потому что это очень длительный процесс. Он длится часами, 6-8 часов. Он делается на двух аппаратах, двумя методами. Поэтому это очень длительный процесс. Мы его делаем после забора крови. Если по тестированию, по инфекции мы находим что-то, то эта кровь уже утилизируется, списывается. Она уже не подходит. Донора мы оповещаем, потом вызываем. И опять же, в беседе мы им объясняем, что у нас то-то, то-то. Надо будет в дальнейшем обратиться к своему участковому терапевту, дальше обследоваться, вставить на учет. И что скажет вам ваш врач уже дальше. Сколько средних доноров принимает центр крови в день? В день, ну тоже цифры разные бывают. Минимум где-то 30 и бывает 70-80. День донора у нас вообще был поток большой, 100 человек было. Но вообще есть недостаток донора? Ну, в донорах нет недостатка. Мы мониторируем свои запасы, постоянно мониторируем. Смотрим, какие группы востребованы. Потому что бывает, что вот в этот момент первая группа нужна другому, четвертая группа нужна. Мониторируем и по мере того, какие групп недостаточно, мы их вызываем. Вообще вот есть же редкая группа крови, да? Есть редкие группы крови, есть отрицательные группы крови, они считаются редкими. Первая отрицательная, четвертая отрицательная. Такой запас крови всегда же есть? Запас крови всегда есть, пополняем обязательно. Всегда держим и снижаем запас, чтобы он всегда был, чтобы в любом методе могли. То есть во всех больницах всегда есть, по любому обращению в больницу? Да, больницы сами держат свой неприкосновенный запас, потому что бывают всякие операции, какие-то сложные ситуации, когда надо срочно, нет времени ехать к нам в центр крови, поэтому они свой минимальный запас держат, и по мере необходимости они этот запас пополняют. И к нам тоже могут приехать в любое время. У нас есть кабинет выдачи готовой продукции. У нас есть кабинет выдачи готовой продукции, который работает круглосуточно. При вашем центре? При нашем центре крови, да. И вот помимо этого, я говорю, во всех больницах городских и даже в районных больницах есть неприкосновенный запас, который они держат на такие экстренные случаи. Вот донор пришел, сдал кровь, человек, что он имеет право? Получается, он может взять выходной, да, правильно? Да, день сдачи крови считается выходной, он оплачиваемый, и еще один день даем дополнительный. Он может приурочить его к отпуску или взять любой другой день там по согласованию с работодателем. Это его законное право? Это законное право. Вы даете какую-то справку? Да, мы даем справку. После сдачи крови мы ему выдается справка. И какая-то денежная компенсация? Там, это 0,25 от минимальной заработной платы. Каждому, кто сдал кровь? Да, да, да. Как вы работаете с сельскими регионами? Сельские регионы, ну мы, вот в прошлом году я бы хотела отметить, что мы в целях пополнения первичных доноров, чтобы привлечь. У нас была такая акция, мы привлекали государственных служащих. Ездили по управлению, по департаментам, прямо выезда делали, делали заборы, прямо разворачивали бригаду. На рабочих местах? На рабочих местах брали, привлекали к себе доноров. Именно вот с этого сектора. Выезжаем в районы, это Экибасту, Сахсу, у нас это обязательно раз в месяц мы выезжаем. Тоже там на месте идет? На месте, сбоку, да. Утром бригада выезжает, делает забор до обеда и обратно едет. Каждый месяц получается? Каждый месяц. Насколько вообще активны наши люди? Есть графики. Есть желание у людей сдавать кровь? Да, да, есть желание. Я бы сказала, активность хорошая у нас. Насколько безопасна вообще эта процедура? Процедура эта безопасна, потому что, во-первых, донор обсидуется, он знает свое здоровье, ему объясняется, что вот какие-то эти показатели не в норме, мы это объясняем, делаем отвод, даем отвод на месяц, там, на три, на четыре, мы это все объясняется, по приказу, все регламентируется. Затем весь материал, который используется в донорстве, оно одноразовое, скрывается при доноре сразу же. Потом сдача крови, сама доза 450, она считается физиологичной для человека, она не приносит к крови. То есть ничего страшного, никакого вреда здоровью? Да, поэтому я считаю, это безопасно, да. Вот даже когда вы на выездах принимаете кровь, вы тоже, получается, все вот эти вот соблюдаете условия? Конечно, обязательно. То есть точно так же, как у вас в центре крови, такой же маршрут проходит? Да, 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 точно так же. Едет регистратор, лаборант, врач, люди, которые забор крови делают, эксфизионисты, на контроле сидят, чайная едет, потому что мы потом еще и чай даем, кондитерские зелени. Все это соблюдается точно даже как в центре крови. Едет целая бригада на автобусе. То есть там не один врач выезжает, а целая бригада? Нет, конечно, да, целая бригада, да. Вообще, какие врачи у вас представлены в центре крови? Ну, у нас в основном врачи-трансфузиологи и врачи-терапевты. Не один терапевт у вас получается? Нет, конечно, да, три терапевта, в нашем отделе три терапевта. В наш отдел по комплектованию дона. Мы формируем донор. Сдавать кровь можно круглосуточно или нет такого? Нет, сдают кровь с 8-30 до часа. Но бывают такие заявки, когда, например, не только кровь нужна, а компоненты крови, тромбоциты. Тромбоциты мы заранее не готовим, потому что эта продукция такая недолговременная. Своохранение 5 тельни. Да, 5 тельни только. Поэтому, если она не востребована, мы ее не готовим. Мы ее готовим по заявкам. Поступила заявка, она может поступить в любой момент, и в выходной, и в субботу, и ночью, может кому-то необходимого тромбоциты. Поэтому в таких случаях у нас работает дежурная бригада. Вызывается по звонку дежурная бригада, все собираются, вызываем доноров, готовим эту продукцию и выдаем. Вот как раз в этих случаях, наверное, регулярные доноры? В этих случаях у нас регулярные доноры, постоянно наши доноры, которые выручают. Вообще, вот хотелось бы узнать о оснащении центра крови. Ну, оснащение, можно сказать, стопроцентное. У нас все оборудование по новой технологии. Как вообще вот меняется с годами? Какие-то требования, какие-то новые, может быть, аппараты? Ну, вот что по стандарту положено, в центре крови все это есть. Все это оборудование есть. По тестированию крови на стопроцентное все, двумя методами, и хлопаться, и все это делается. Вообще, вот международные стандарты, они какие? Да, но мы придерживаются этих стандартов. По этим стандартам мы и работаем. Проходите обучение, куда-то выезжаешь, врачи? Конечно, да. Это обучение постоянно, обязательно. Это только по Казахстану выезжаете, или куда-то за дальние, ближние, за рубежи? Ну, раньше выезжали за рубежи, вот сейчас по Казахстану пока. Вообще, как-то, может быть, изменились стандарты именно по крови? Приказы иногда меняются. В 1922 году у нас было изменение в приказе, мы надменились. Гемоглобин раньше принимали с показателями, например, у мужчин было 120, у женщин 110. Сейчас уровень подняли. У мужчин 130, у женщин 120. Вот такое. Требования, так скажем, даже ужесточились. Да, ужесточились, чтобы, наверное, для безопасности доноров нашли. Как много крови вообще выбраковывается? Вы же говорили, что не вся кровь идет. Ну, выбраковывается кровь именно по лабораторным этим, потому что терапевт делает отбор доноров и допускает донации только те, кто не имеет противопоказаний до нас, которые два. А по лабораторным данным они, да, выбраковываются, потому что вот могут быть по лабораторным данным, это вот я вам говорила, аллогенотрансферазы, это фермент печени, по гемоглобину и по инфекционным заболеваниям. Вот в 22-м году мы начали, ввели новое обседование, также БКОР, выявляемый сердцевинный вирус, который гепатита B. Если раньше он был поверхностный, внутри крови, то сейчас внутри клетки одного живого. То есть более такой точный, да? Более точный, поэтому в связи с этим у нас больше стало отводов от донорства. По таким показателям, по лабораторам, по словам. Еще вот существует такое понятие, что кровь надо обновлять. Насколько вот полезна эта процедура? Да, донорство — это не только такой благородный поступок, это и полезно для самого донора. Во-первых, это идет стимуляция иммунитета, это идет стимуляция новых клеток, возрождение новых клеток. Затем это идет профилактика болезней накопительных, профилактика атеросклероза, профилактика жирового гепатоза, подакры, когда идет накопитель, когда идет нарушение обмена веществ, идет накопление каких-то балластных веществ. Вот это идет профилактика этих болезней, потому что они отдают эту кровь. Затем профилактика, можно сказать, сердечно-сосудистых заболеваний. Наши доноры меньше болеют повышением артериального давления или ишемическими болезнями в сердце, и факты миокадрами меньше дают наши доноры. Затем мы такую тенденцию заметили, что наши доноры меньше болеют респиритовыми заболеваниями, гриппом. Есть такое даже наблюдение? Да, такое тоже мы наблюдали, анкетирование проводили среди доноров, кто как переносит. То есть быть донором это полезно для здоровья? Да, это полезно. И еще хотела бы заметить, что наши доноры лучше переносят кровопотери, потому что организм привык отдавать кровь. И вот в экстремальных ситуациях, если донор потеряет кровь, он легче перенесет, чем тот человек, который вообще никогда не сдавал кровь. Как часто можно сдавать кровь? Кровь можно сдавать каждые два месяца, ну 60 календарных дней. То есть без вреда для здоровья абсолютно? Да, для своего здоровья, да. Потому что при каждой донации они проходят лабораторные обсидывания. Если что-то по лабораторию не идет, мы их отводим. Вот в последнее время много говорим о донации стволовых клеток. Скажите, пожалуйста, вот об этой процедуре. Ну вот трансплантация стволовых клеток и донация стволовых клеток, оно необходимо для больных, которые болеют заболеваниями крови в основном. Это тяжелые заболевания крови, звукачевые заболевания крови. Это иммуно-дефицитное состояние. Вот таким больным необходима пересадка костного мозга. И это иногда считается одним единственным вариантом спасения этого человека. Поэтому в Казахстане в 2012 году был создан регистр доноров стволовых клеток. Единый, да, по Казахстану? Не должно быть серьезных заболеваний. Вот я перечисляла сейчас онкологических, инфекционных, и таких заболеваний не должно быть. Так же, как в принципе, обычные. Да, да. И ограничения до 45 лет. Они стоят в этом месте. А, здесь вот есть ограничения? Здесь ограничения до 45 лет. На донуство крови нет ограничений? На ограничения до 100 крови нет. По возрасту нет? Нет, по возрасту нет. Если человек себя чувствует хорошо, если у него нет серьезных заболеваний, он может сдавать кровь и в 60 лет, и в 50 лет. А тут есть ограничения до 45 лет. Затем, чтобы вступить в регистр, человек должен подойти к нам в центр крови, сдать 9 мл крови. Это на ашлятипирование. Это определяет генотип этого человека. У каждого человека свой, индивидуальный. Это с вены? Да, это с вены, с локтевой вены. Берут 9 мл крови в пробирку. И этот пробирку анализ мы отправляем в Астану, в научно-производственный центр. Там определяют генотип, ставят его в регистр, и человек ждет своего, я скажу так, часа, наверное, помощи, что он кому-то подойдет. Вообще генотипы у каждого индивидуальные, и поэтому совпадение бывает очень редко. Если случай такой уникальный, то совпадение 1 на миллион. Если распространенный, то 1 на 10 тысяч, на 100 тысяч бывает. Если, получается, там совпал и нужны стволовые клетки этого человека, то вы его вызываете? Да, Астана нам дает, вот если совпало, Астана нам дает, что ваш донор совпал, мы его вызываем, отправляем его в Астану, потому что человек может стоять в регистре несколько лет, например, он вступил нам в регистр в этом году, а понадобился, например, через 10 лет. Поэтому мы его вызываем, отправляем в Астану. Астана его обследует на этот момент, какого его здоровья, может ли он быть донором стволовых клеток. После его обследования ему предлагают, что вот быть донором, он соглашается, и идет забор стволовых клеток. Забор стволовых клеток идет через локтевую вену, через периферическую вену методом цитахаря. Точно так же, как и? Точно так же, только идет под стимуляцией медицинских препаратов. Ему дают медпрепараты, которые стимулируют выход стволовых клеток из костного мозга уже в периферию. И потом забор идет с периферической вены, с локтевой вены. Сколько крови берут? Это не кровь, это берут стволовые клетки, медвенцитофереза. Вот с кровью берут только клетки. Вот как тромбоциты мы делаем, готовим. И что же? Тромбоциты готовим из крови. Мы не берем кровь, мы берем только тромбоциты. Ложим больного донора нашего на аппарат, и вот медвенцитофереза из кровеносного врусла берут только клетки. Это процедура здесь? Здесь на месте вы делаете? Это тромбоцитов мы делаем здесь, а забор стволовых клеток идет восстание. Были случаи совпадения, когда вызывали? Был случай нашего донора. Наш один донор подошел к московской девочке. Эта девочка жива, чувствует себя хорошо. Наш донор помогли. Помогли его, да, стволовые клетки? Да, наши стволовые клетки, нашего донора помогли этой девочке. Вообще, как часто приходят люди, чтобы стать донорами на стволовых клетках? Мы делаем забор два раза в год. Это в июне и в январе. То есть это не каждый день? Не каждый день, потому что эти забор крови мы делаем, эту кровь отправляем во стану. В течение 48 часов мы должны доставить эту кровь во стану, для того, чтобы они определили аж реактивирование, провели ему, и поставили его в регистр. То есть нужно оперативно доставить? Да, мы собираем людей в определенный день, собираем этих людей, обзваниваем, приходят, мы делаем забор и оперативно отправляем в течение 48 часов. Получается, от кому вы обращаетесь, как вы оповещаете людей? Ну вот, сегодня я хочу воспользоваться вашей студией, чтобы привлечь побольше доноров. Хотела бы заметить, что вот с 14 июня, это Всемирный день донора, и до Всемирный день донора стволовых клеток есть. Это проходит третья суббота в сентябре. И вот между Всемирным днём донора и Всемирным днём донора стволовых клеток проходит 100 дней. И сейчас есть такой проект «Джюзкадабдин». Это 100 шагов к популяризации донора стволовых клеток. И вот мы идём в массы, чтобы пропагандировать донора стволовых клеток. Мы запланировали в сентябре провести встречи со студентами, потому что в регистр хочется, чтобы вступали молодые люди, чтобы они дольше простояли в этом регистре. Какой смысл вводить людей в 40 лет или в 45 лет, когда год постоят и выбудут. Поэтому мы ищем более молодых людей, чтобы подольше постояли, и они более здоровы. Амак Акина, я благодарю вас за уделённое время, за полезную информацию. Наш шагир подошёл к концу. Встретимся на телеканале Ертас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok